Медиагруппа «Авангард» представляет И существовала масса систем входного контроля Когда информацию, предназначенную к обработке Сначала проверяли и уже достоверную эту информацию Подвергали обработке, получая тем самым достоверный результат Когда пришли персональные компьютеры Стало возможным обрабатывать всякую фигню С получением соответствующих результатов Последствия этой технической революции Сказываются и сейчас Близко закончилась Теперь сказочка Куда мне смотреть? Ага, лучше сюда Значит, презентация названа «Доверяй, но проверяй» Есть этому определенные обоснования Значит, мы начали изучение этого вопроса При создании платформы доверенных сервисов внутри отрасли Изучили документы все Везде доступны в открытых источниках Вплоть до документов Генеральной Ассамблеи ООН Благо, что там есть русский язык Как язык, на котором эти документы официально распространяются Плюс международные стандарты И везде один постулат был, что доверие Просто так вот доверять чему-то невозможно Всегда доверие – это результат выполнения определенных действий Это доверие Но это не уверенность Уверенность, как субъективное качество Оно формируется только на основании свидетельств доверия Есть такой термин, да, если посмотрите стандартам 15408 Или там другие ГОСТы, которые терминологически это все расписывают В результате получается, что уверенность основывается на свидетельствах доверия Полученных в результате надзора, сертификации или аудита При анализе доверия к оценимому объекту Везде в стандартах, на которых мы основывались Есть ссылочка, что да, это в отношении безопасности Ну, потому что безопасник, поэтому эти стандарты как бы в первую очередь анализировались Но не только, там везде ссылки, что это можно применить и в других областях Дальше, есть такой отчет, который внутри себя имеет методику сравнения несравнимого Сравнения разных систем доверия на основе PKI Совершенно разных Но если они между собой никак не сравниваются Надо найти какие-то параметры, по которым это можно сопоставлять Так вот, что интересно, там 4 параметра определено Это правовой контекст, аттестация, аудит, наилучшие практики и доказательства доверия Вы можете посмотреть, он правда англоязычный, он есть в открытом доступе На презентации, я что-то не листаю, да На презентации данные его есть Правовой конспект, это целевое сообщество, для чего это делается Это сервис доверия, соответственно, аттестация, аудит, это оценка соответствия, надзор, требования не только по аудиту Но и требования к аудиторам, требования к тем организациям, которые этих аудиторов назначают То есть все не просто так Все основывается на свидетельствах доверия То есть оценка должна быть У нас почему-то слово доверие, это как вера безграничная То есть как религиозный культ какой-то Я верю, потому что по ГОСТу все здорово Нет, по ГОСТу, не по ГОСТу, без разницы Есть свидетельства доверия, как они там, insurance evidence Либо их нет, если их нет, у меня нет оснований доверять Значит, пойдем дальше В соответствии с стандартам Если у нас бумажные документы и доверие к ним основалось в основном Ну, помните такой, да и вы не помните Термин такой был, казенная бумага пришла Все, паника, исполнение обязательное Потому что это официальный документ и так далее То есть требования основывались на чем? На носителе, целостность носителя И требования к оформлению, наличии подписей, печати и соответствующих Этого было достаточно В те давние технологии Много лет прошло уже Сейчас технологии другие Копирование документов делается нажатием одной кнопочки А на чем же сейчас основывать доверие к электронным документам? Единственный вариант, который у нас остается Это связать электронный документ с деятельностью С бизнес-операцией или результатом каким-то Если эта связь присутствует и есть свидетельство доверия Только в этом случае у меня есть основания доверять документу В противном случае получается, что я не могу доверить документу А поскольку документ делается не на коленке, а в какой-то документной системе Требования стандартов разлагаются на две группы требований Требования к самому документу электронному И требования к документной системе Что же это за требования такие хитрые? Два набора требований Первое, вы, наверное, не встречались Вы, конечно, знаете, что такое аттестация по требованию безопасности Информации Требования обеспечить защиту информации Но не документа Документ это другая сущность Предназначенная для защиты субъекта в правовом поле Как самостоятельная единица Такого нигде нет Информация Не всякая информация будет документом Но всякий документ будет информацией, соответственно Значит, требования какие? Достоверность документов Аутентичность, целостность и пригодность для использования Когда мы посмотрели по стандартам А стандарты, вот они перечислены, 15489 Другой стандарт, 3315 года Они почти слово в слово повторяют друг друга То есть, по сути дела, получается, что два международных стандарта Ставшие потом и отечественными стандартами Требуют, чтобы документы имели соответствующие свойства Кроме того, в этих же стандартах указаны требования к документным системам Надежность, защищенность или безопасность В соответствии требованиям комплексности системности Прочитав эти стандарты Проанализировав, ну хотя бы бегло Свои системы, мы поняли, что наши системы Создавались, либо когда этих стандартов не было Либо когда их никто не читал Ставя В платформе доверенных сервисов Квалифицированную подпись Или неквалифицированную И потом, неся ответственность за эти действия Мы, получается, ставим подпись на не весь что И для того, чтобы ставить подпись Надо сначала привести документы и документные системы К стандартному виду С тем, чтобы потом ни один суд Не взглянув на договор А в договоре очень несложно написать одну строчку Документы должны соответствовать требованиям стандарта 15489 Все, после этого я говорю У вас документы недостоверные По требованиям этого стандарта А вы же в договоре решили соблюдать его Значит, он стал обязательным для вас И при правильной подписи При проверке Подпись будет При проверке полномочий Тоже все будет хорошо А документ будет признан недостоверным Или не аутентичным А что же тогда включает набор Этих требований Например, достоверность Документы должны создаваться Во время или сразу после операции Или случая, к которому они относятся Во время или сразу То есть, если вы говорите Что вы требуете соответствия стандартам Вы эти параметры должны задать где-то И тот регламентирующий документ Должен быть локальным нормативным актом принят Иначе вам нечем доказать У вас доказательств или свидетельств доверия нету И я не обязан верить этому документу после этого Аутентичность Другой параметр Соответствует установленным правилам А вы никаких правил не установили, может быть Или Вот мне умиляет, когда говорят Что у нас счета фактуры в электронном виде Акты в электронном виде То есть, стандарту оформления документов в бумажном виде А в электронном виде У вас есть ссылки на свидетельство доверия Что у вас есть нормативные документы По которым это было сделано Что документ является не сам по себе А результат операции Он исторический, может быть Или технологический По-разному может быть Является результатом операции Или свидетельствует о каком-то событии Без этого документ никому не нужен Этот документ не соответствует требованиям Не буду все это анализировать Кому интересно Можем после выступления подойти И подробнее поговорить Теперь дальше Вот они требования Достоверность Что, понятно, уполномоченное лицо В то время Или в соответствующей системе Аутентичность Что имеет полномочия Сразу или после Контроль там И так далее Но анализируя все это Мы везде натыкаемся На то, что документы Должны создаваться Лицами Идентифицированными В системе А вопросы Идентификации И аутентификации У нас до последнего времени Пока стандарт Вот этот 588 Не появился И когда он появился И когда он появился Спасибо Алексею Геннадьевичу Мы на него Сослались И в результате Получается Что если вы хотите Чтобы у вас Документы Были доверенными Стандарт определяет Три уровня доверия Проанализировав Системы Идентификации И аутентификации Которые используются В документной системе Или документной системой Вы легко Определите Насколько Можно доверять Этим документам Или вообще Нельзя доверять Так вот У нас выяснилось Так что Поскольку В отрасли Идентификация У нас Строго И осуществляется На основании документов Плюс В некоторых случаях Проверочные мероприятия Проходят И так далее То есть Пользователь Идентифицируется Строго А дальше что? А дальше вопрос Аутентификации Аутентификация Логин Пароль Это низкий уровень Доверия А когда Суперпозиция По этому стандарту Накладывается Общий результат Низкий уровень Поэтому мы сейчас Будем проводить Аудит всех систем И выдавать им За Свидетельство Доверие Что ребята У вас низкий уровень И как вы не пышьтесь На международный уровень Вам выходить рано Поднимите свои системы Сначала В соответствии С международными стандартами А мы к этому времени Допилим техническую базу Пошли дальше На мировом Как бы На международном уровне Есть две проблемы Которые Реально Озвучиваются И которые Решаются Это управление Идентификационными данными И требования к ним И управление Удостоверительными Услугами Которые Фиксируют Волеизъявления Вот две проблемы И все они Утыкаются В камень Преткновения Это Идентификация И аутентификация Не решив Этой задачи Мы не решим Ничего остального Какая бы Подпись у нас Не была Какие бы Требования Законодательные Закон ли нам Принес эти проблемы Или просто Ветром надуло Без разницы Нет Идентификации Аутентификации Ничего не решится Значит Оптимизируя Структуру доверия Внутри Мы пришли К простым вещам Чтобы сэкономить Средства Взяли И централизовывать Все услуги доверия Собрали Все вместе Решили Что в одном центре Это построить проще Защитить Проще И так далее Для того Чтобы это все Было не разрознено Создали Платформу Доверенных сервисов Специальное Программное Обеспечение На которой Покоятся Эти сервисы Дальше Ну поскольку Есть такое Программно-аппаратное Решение Где все сервисы Живут И есть Единое окно Входа Для этих сервисов Задали Единые требования Для информационных Систем Подключаемых К этой платформе Доверенных сервисов То есть Хотите пользоваться Безопасной Электронной Подписью Надежной проверкой Электронной подписи Управлением Сертификатами Выполните требования Технических условий Ну а поскольку Все говорят Да конечно Мы соответствуем Нет ребята Мы аудит проведем И приказом Госкорпорации Мы назначили Группу аудиторов Которые проведут Аудит этих систем На соответствие Требованиям стандартов И выдадут Что? Свидетельство Доверия Вот этот Все узнают Причем Вывесим на сайте Все узнают Насколько можно Доверять Той или другой системе Дадим Соответственно Время на устранение Если они пожелают И так далее Для этого У нас сейчас Нет жестких требований Что с низким уровнем доверия Мы вас не подключим Подключим Но Если вы хотите Получить Высокий уровень доверия Вы должны Выполнить это И это Что мы Выдадим Соответственно Поэтому Сейчас Платформа Доверенных сервисов Может работать С документами Разного уровня доверия И В зависимости от того Когда какая система У нас Сможет подтянуться До высокого уровня Мы готовы Ждать Ну какое-то время Для критически Важных операций Мы внутри У себя Например Подписание На квалифицированной Подписи Или подписание В системах Йос-качество Такие у нас есть Системы Или Личный кабинет Работника Мы Принудительно Вводим Второй фактор Дабы Повысить Уровень доверия К Волеизъявлению К электронной Подписи Человек Заходит По логину Паролю Он может Посмотреть Свои документы И все Но как только Он отражает Своё волеизъявление В виде электронной Подписи Чего-то Он обязан Будет ввести Второй фактор Вот такой вариант Дальше Условия юридической Значимости То есть На чём Основывается Николай Я извиняюсь Время уже Подходит Да Мы ориентируемся На отечественном Госте Который Вышел В двадцатом Году Мы уже Сразу Взяли Его на вооружение То есть Надёжная Идентификация Авторизация Пользователей Дальше Требования К информационным Системам Как к документным Системам И документам Которые В них Создаются И Обрабатываются Дальше Требования К 60 Которые Выдвигают Нам 63 ФС Мы законопослушные Люди Поэтому Всё выполняем Создаём Таким образом Условия Для обеспечения Юридической Значимости Уровень Доверия Поскольку В России Пока Таких уровней Доверия Нигде На законодательном Уровне Не прописано Мы Оставляем На совести Владельцев Этих систем Дальше До Двадцатого Года Мы создаём Платформу Доверенных сервисов С базовыми Сервисами И планируем До двадцать четвёртого Года Расширить Эту платформу До полноценной ДТС Функции ДТС Доверенной Третьей стороны Но Не в понимании Шестьдесят Третьего ФЗ А в соответствии С требованиями Х Восьмсот Двадцать 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 Потому что Там А? Восьмсот Двадцать 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 Потому что Там Уже Блин Много лет Известно Что должно Быть В доверенной Третьей стороне Ну как И даже Описано Это всё Поэтому Попытаемся Это сделать Ради соответствия Международным Требованием Для того Чтобы нас Воспринимали Как равных На международном Рынке Дальше Эволюция Систем У нас Получается Простая Сейчас Рыженькая ПДС У нас Как сервис А будет Она Как ДТС Через Которую Все Взаимодействия Будут происходить Ну и Последнее Доверенная Третья сторона И Помните Доверие Уверенность И так далее То есть Что-то Делается Последний Слайд Что-то Делается Какие-то Шаги Предпринимаются Для того Чтобы в стране Была доверенная Третья сторона Но Как это Свидетельств Доверия До сих пор Нет И Ну Я не могу Выражаться Как Маслов Юрий Вот У меня нет Никакой Уверенности Как у субъекта Да В отсутствии Этих Свидетельств Доверия Что я Смогу Создавать По российским Правилам Доверенную Третью Сторону И Отвечать За документы Потому что Вот Вопрос Доверия До сих пор Остался Нерешен Спасибо Спасибо за Внимание Спасибо за субтитры